Новая сходка террористов. Путин в один день принимает в Москве всю свою свору. Хочу вас всех поприветствовать в России, в Москве. Все для вас близкое, не чужое, свое. Накануне встречи с Лукашенко, которая прошла 6 апреля, Ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что мы имеем Россию и Беларусь. На ковре у кремлевского тирана побывали главари временно оккупированных территорий Украины. Эта встреча заслуживает отдельного внимания. Ведь если Лукашенко очень частый гость в Москве, Мы свободно перемещаемся, наши люди могут выбирать место работы. То гауляйтерам временно оккупированных территорий Украины редко выделяют время на аудиенцию. И здесь опять лгут постоянно. Зачем Путин вызывал к себе Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо? Давайте разбираться. Крайний раз этот квартет коллаборантов бывал в Москве полгода назад. Тогда был подписан фальшивый договор о принятии временно оккупированных территорий Украины в состав России. Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. И вот на днях Путин принимал такой же фальшивый доклад о состоянии дел на этих самых временно оккупированных территориях. Процесс запущен, за что мы вам тоже также благодарны. Мы называем его фальшивым, поскольку ситуация на временно оккупированных территориях на самом деле очень печальная. То, что обсуждает они, это кардинально расходится с реальной ситуацией на оккупированных территориях. Путину делают ложный доклад, а он, в свою очередь, дает ложные обещания. Например, Путин обещает гауляйтеру Запорожской области Балицкому сверхсовременную медицину. Эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах. Они будут современными и будут предоставлять услуги с полной уверенностью, я бы сказал, на самом высоком уровне. Но на самом деле Кремль вот уже 9 лет не может справиться с медициной в Ордло. Из почти 300 лечебных учреждений функционирует 90. Остатки местных больниц еле дышат. На этих территориях ты не можешь получить квалифицированную медицинскую помощь. Медицинского персонала не хватает 70%. Врачей 80%. Это вот то, что есть на сегодняшний день. Они заботятся только о солдатах. Медицинские учреждения, те, которые есть, остались, которые как-то функционируют, в основном обслуживают военных оккупантов. Финансовую ситуацию в Ордло не спасают хваленые шахты. На оккупированной территории Донецкой области прекратили свою работу три шахты, которые еще могли работать из-за того, что недостаток мужчин. Такая же ситуация и на временно оккупированной территории Луганской области. Недостаток мужчин настолько большой, что даже элементарную силовую работу некому выполнять. Мусор никому не вывозить. Мужчин-водителей не хватает, понимаете? Не хватает мужчин-водителей и мусоровозов не хватает. Ордло потопает в мусоре. Не центральные города, не Донецк, не Луганск, а, скажем, Зоринск, Перевальск, Дебальцево, они в мусоре задыхаются. Поэтому обещание Путина построить, например, дороги... Коллеги сейчас работают над этим и над расширением возможностей автомобильных дорог, улучшения и даже строительства, как мы уже договаривались, сейчас с коллегами тоже поговорим, по Запорожской области и так далее, по железной дороге. Выглядят безумством и несут себе разве что циничную цель. Они не собираются ничего делать. Если они построят железную дорогу, то только для того, чтобы вывозить зерно в Ростовскую область, скажем, не больше. Обратите внимание, Путин постоянно перебивает своих ставленников. Там 105 километров где-то. У вас есть? Да. Сать, есть еще письмо. Да, эти письма. Складывается впечатление, что они ему не интересны, как и проблемы в регионе. Штанская область всего на 27% была газифицирована. Очень малая была. Мало. А что так мало? Ну, так как-то сложилась ситуация. И это правильное впечатление. Квартету Гауляйтеров уже недолго осталось сидеть на своих должностях. Он теперь вынужден встречаться с абсолютно ненужными, неинтересными ему людьми, главарями этих оккупированных территорий. Потому что, скорее всего, вспомните мои слова, в сентябре 2023 года их на, как минимум, трех из четверых их просто поменяют. Ближайшие выборы станут для них фиаско. Главаря оккупантов теперь избирает не раньше, как это было, на выборах всеобщих, вот как они делали, а выбирает теперь Народный совет. А Народный совет будет создан из числа депутатов парламентских партий Российской Федерации. А теперешние встречи Путин проводит с ними исключительно как дань российской пропаганде. В российской пропаганде, в российском информационном поле столько сообщений о оккупированных территориях Украины, что Путин вынужден подчиниться этим вот законам, знаете, информации и политических технологий. Сколько еще раз Путину придется встречаться с ненужными ему гауляйтерами, остается загадкой. Но если взять во внимание последний интервал в полгода, то вполне вероятно, что квартет коллаборантов был в Кремле последний раз. Субтитры создавал DimaTorzok